Добрый вечер! Наступает политическая весна. Поговорим о выборе и выборах. Нам в этом году предстоит сделать выбор. Мы выберем тех, кто будет принимать законы в Госдуме, кто будет способен и полезен на том уровне, того, кто должен нам служить. Мы будем определять не просто хорошего человека, а администратора и регулировщика законов, по которым будет жить наша Родина. Это очень важный выбор. Уже сейчас начинается предвыборная примерка. Нас начинают соблазнять. Кто-то криками о том, что все плохо, а кто-то тем, что выдает сами по себе происходящее событие, как собственную заслугу или происки врагов. Выбор – это роскошь, которую может позволить себе сильная личность. Причем выбор находится вне классического понимания блага, вне богатства и вне сословий. Это ключ к свободе. Возникает вопрос, чем больше, тем свободнее? Количество или качество? Рассмотрим пример. Заходишь в современный магазин, нас балуют количеством, называя это демонстрацией права выбора. Теряешь время, покупаешь из 15 сортов колбасы один и сомневаешься, тот ли. И вспоминаем, что голодный буриданов осел так и умер, не в состоянии выбрать сток сена, который нравится больше. Количество не должно подменять качество. Может быть и один сорт колбасы, но высшего сорта и из настоящего мяса. Сделать правильный выбор. Так много об этом твердят. А что такое правильный? По правилам? А можно их озвучить? Ну так, чтобы все поняли. Когда делаешь выбор, приобретаешь последствия. Несешь ответственность. Например, можно было и не делать спортплощадки, чтобы не иметь проблем с их содержанием. Как говорят, нет трамвая, нет проблемы. Ведь так случилось в Архангельске. Год назад я задала вопрос молодежи на одной из модных тогда стратсессий. Кто хочет жить в Архангельске? Подняли руку почти все. А на вопрос, кто хочет, чтобы ваши дети жили в таком Архангельске? Уже немногие. Нам с вами есть что сделать в нашем доме. Вспомните, с чего в 90-е начали реформы. Сразу же искоренили воспитание из процесса образования. А в тоталитарных системах, да и собственно в Китае и США, оно было первым, что стали формулировать, когда строили новую страну. А мы с вами до сих пор не можем прийти в себя и зачастую ставим развлекательные заплатки на воспитание детей и молодежи. Пишем дорожные карты, не сформулировав идеологию. А потом удивляемся, что не работают никакие стратегии и управляют случайностью. Всегда возникает мысль, ради чего терпеть лишения? Это тоже выбор. В нас с вами, россиянах, заложена программа. Мы чутко и остро реагируем на несправедливость, но терпим и ждем, надеясь на мудрость и любовь к ближнему со стороны обидчиков. Готовы терпеть, страдать и даже погибать, но всегда с оговоркой, ради большой и великой идеи. Мне сказал недавно в Ереване учитель истории таксист в одном лице. Мы, армяне, вас, русских, любим, а многие народы нет, потому что вы никого не уважаете и не любите сами. Вот так есть над чем подумать, правда? С одной стороны, мы должны подчеркивать свою самобытность и историю, право на самоопределение и свои интересы. А с другой, помнить, что мы все же живем в коммуналке и от соседа зависит наше собственное бытие. Тут не до шуток. Итак, нравственный выбор, идейный. Кто-то делает выбор, побеждает себя и растет. Кто-то побеждает других и дарит мир, а кто-то выбирает и падает вниз. Но выбор делают все. Недавно мой сын на турнире по самбо проиграл свой первый в жизни бой, но встал и выиграл во втором. Сделал выбор, сдаться или победить. Будьте достойны тех, кто вам доверился. Делайте правильный выбор. Побеждайте! Благодарю!